Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Знакомство с Заречным. Временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко посетил социально значимые объекты закрытого города. Здесь роды не шли и мы сейчас там не работаем. А вы что-то были задействованы под корреспондентом здесь? Не только слово Божье. Глава Пензенской митрополии ознакомился с ходом строительства православного храма в Заречном и работой воскресной школы. Нужно детей мотивировать прежде всего на что? На общение, на дружбу, на какие-то вот такие вот... Просто должно быть интересно. Знаете, каким он парнем был? Зареченцы вспоминают день, открывший человечеству дорогу в космос. Не то что помню, я там и пуски делал два раза. Прямо вслед за Гагарином. И теперь об этих и других новостях подробнее. Социально значимый объект из Заречного посетил временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области. В ходе рабочего визита Олег Мельниченко побывал на градообразующем предприятии, площадках территории, опережающего социально-экономического развития, а также в 50-метровом плавательном бассейне, перинатальном центре и общественном центре ЛАД. О посещении социальных учреждений закрытого города Олегом Мельниченко – репортаж нашего корреспондента. Плавательный бассейн Заречный – один из самых больших спортивных объектов закрытого города. Одновременно здесь могут заниматься до 160 человек. Востребованность спортсооружения оценил в ходе рабочего визита временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области. Олег Мельниченко познакомился с руководящим и тренерским составом спортивной школы Олимпийского резерва «Союз». Обсудил основные задачи, которые стоят перед педагогами и воспитанниками. Берем мы всех, учим плавать абсолютно всех, а уже в процессе нашей работы, кто-то из себя показывает чего-то, мы отбираем в детскую спортивную школу. Сделать все лето. Да, но не на начальном этапе. Научить должны всех. Потом, дело все в том, что чем больше в нашем городе занимается спортом, тем меньше ребята сидят за компьютерами и плохими делами занимаются. Еще одним социально значимым объектом в программе визита временно исполняющего обязанности руководителя региона стал перинатальный центр. Несколько месяцев медучреждение не выполняло свои основные функции. Часть помещений была переоборудована под красную зону, где проходили лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией. Врачи-акушер-гинекологи, геноматологи и все остальные были предприцированы, врачи-терапевты. Здесь роды не шли, и мы сейчас там тоже не работаем. А вы что-то были задействованы под ковидом? Да, да. До февраля месяца. 12 октября. 12 октября, но вот там. Там сейчас у нас ни жениц, ни пациентов как бы нет. За счет того, что здание так устроено, вентиляция отдельная, то есть народом функционирует, работает. У нас инфекционный год, по слову, 80-й. Но был берег, когда нужно было 150. Пришлось добиться. В завершении рабочего визита в Заречный Олег Мельниченко познакомился с Зареченским советом ветеранов. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области, пообщался с активистами общественной организации и высоко оценил позитивный настрой представителей старшего поколения жителей закрытого города. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». В Заречном завершается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Климанов. Тепло продолжит поступать только в детские сады и здание медико-санитарной части номер 59. В этом году отопительный сезон заканчивается на две недели раньше, чем в предыдущем. В 2020-м тепло отключили в городе незадолго до майских праздников. Завершение подачи тепловой энергии связано с потеплением. С 13-го числа будет отключено отопление в городе за исключением объектов. Детские сады и медико-санитарная часть у нас дата пока не определена. Поэтому все остальные объекты с завтрашнего дня будет отопление прекращено. Это сделано в связи с тем, что мы видим, что средняя температура воздуха за окном, она уже сегодня обещает нам, что будет порядка 19 градусов. Завтра и до конца недели вся эта температура показывает в каждый день буквально выше 20 градусов. В прошлом году у нас отопительный сезон завершился для жилых домов 27 апреля, для социальных учреждений только с 30 апреля. И медико-санитарная часть у нас завершения отопительного сезона была 8 мая. Хотелось бы жителям напомнить о том, что оплата происходит по показаниям приборов учета. Приборы учета снимаются с 23-го числа месяца, 23-е по 23-е число. Поэтому в отопление за апрель месяц, который у нас квитанции придут, в конце апреля придет оплата за отопление, которое будет насчитано с 23-го марта по, получается, 13-е апреля. То есть по факту потребления тепловой энергии. Воскресную службу для православной общины Заречного провел епископ Русской Православной Церкви. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим посетил также воскресную школу и площадку строящегося храма преподобного Серафима Саровского. Подробности о визите главы Пензенской митрополии в Заречный в репортаже нашего корреспондента Ксении Тризны. Божественную литургию в Воскресенском молитвенном доме проводят митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Он прибыл в Заречный с рабочим визитом и в его рамках посетил воскресную школу при Воскресенском молитвенном доме. С 1 февраля здесь возобновились занятия, которые были вынуждены прерваны из-за пандемии коронавирусной инфекции. Сейчас школу посещают около 20 детей. У нас ряд занятий посвящен встрече со священником, обсуждаем различные насущные темы, также творческие занятия, где дети сами мастерят что-то под руководством преподавателей, и также творческой секции, так сказать, пения и слушания церковной музыки. Тоже дети с удовольствием приходят. И, например, сейчас они разучили тропарь. Тропарь – это такое песнопение, посвященное Дню Пасхи на французском языке. В Воскресной школе не забывают и о физическом развитии детей. Обязательный пункт в программе обучения – спортивно-развлекательные занятия. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский подчеркнул, что расписание должно быть разнообразным и интересным для воспитанников. Нужно идти и мотивировать, прежде всего, на что? На общение, на дружбу, на какие-то вот такие вот… Просто должно быть интересно. В ходе рабочего визита Владыка Серафим посетил и строящийся храм преподобного Серафима Саровского. Его фундамент заложили в 2010 году. С тех пор строительство ведется на добровольные пожертвования жителей Заречного, организаций и предприятий города. В 2015-м был возведен цокольный этаж. Затем строительство пришлось приостановить. В прошлом году работы возобновились. Я все эти годы очень переживал за то, что стройка совершенно не шла. И сейчас несказанно рад тому, что есть подвижки. Конечно, честно говоря, строить планы и, так скажем, загадываться на ближайшее время очень сложно. Что уже за 20-е сделано, это на самом деле большой прорыв для строительства нового храма в Заречном. На данный момент завершены все монолитные работы на цокольном этаже и в верхнем храме, готовы колонны и пилястры. Теперь строителям предстоит заняться кирпичной кладкой. 12 апреля. День, когда гражданин Советского Союза Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. День, ставший началом эпохи освоения человечеством внеземного пространства. День, раз и навсегда изменивший мир. День, которым по праву гордятся жители всей бывшей страны Советов. А каким был и 12 апреля 1961-го для зареченцев? Ответ на этот вопрос нашла наш корреспондент Ольга Сальникова. Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Всего один виток вокруг Земли и 108 минут. Так 12 апреля 1961-го года Юрий Гагарин покорил космос. А каким этот день помнят зареченцы? Давайте узнаем. Только пришли из училища на завод, нас оформили. Мы там были на заводе, в цехе уже прям ходили. И бежит там военный один, заказчик, и нам объявляет. Вот так и так объявление, все. И мы по цеху начали бегать, радио искать, все. И такое вот ликование было. Это вообще все прям были без ума, прям от радости все. И, конечно, у нас целый день был на подъеме. Я была в Саратове, в Саратове на авиационном заводе. И с нами даже работал девочка, которая с ним училась в одной группе. Фотографии показывал много-много. Вот. Это 61-й год. Ой, вообще радовались, радовались все. Я помню, я была в седьмом классе, наверное. Мы, значит, дома остались, телевизор смотрели, опоздали в школу, нас ругали. Но все прошло нормально. Ну, в общем, было ликование, радость была. Не то, что помню, я там пуски делал два раза. Прямо вслед за Гагарином. Мы в армии были, там гражданских нет. На построении командир части построил и объявил. Гагарин полетел в космос. По радио передавали, да, и по телевизору показывали. Уже был телевизор. Тогда помню, как наш педагог торжествовал. А мы-то еще не очень уходили в курс-то. У каждого свое воспоминание об этом дне. Но объединяет одно – гордость за свою родину. Полет гражданина Советского Союза Юрия Гагарина ознаменовал великие достижения отечественной науки и техники и положил начало новой эре в истории человечества. То, что когда-то казалось фантастикой, 12 апреля 1961 года стало реальностью. Желаем вам доброго полета. Я желаю один. Мы желаем вам доброго полета в Юрганале. Поехали. Юрий Гагарин – уроженец Смоленщины. Но был в отряде космонавтов и наш человек – пензенец Александр Самокутяев, герой России, летчик-космонавт. Для него 2021 год отмечен и собственным юбилеем. 10 лет назад, в апреле 2011-го, Александр Самокутяев впервые отправился на околоземную орбиту в качестве командира корабля «Союз ТМА-21». В канун Дня космонавтики депутат Государственной Думы, совершивший два полета в качестве командира космических кораблей, поделился с нашими корреспондентами своими впечатлениями от пребывания за пределами Земли. Смотрите эксклюзивное интервью с Александром Самокутяевым сразу после рекламы. А пока – к другим новостям. За последние трое суток в России выявили более 25,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии приблизилось к 4 млн 650 тысячам, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания. Наряду с этим количество выздоровевших пациентов превысило 4 млн 270 тысяч. С 10 по 12 апреля из больниц были выписаны почти 23,5 тысячи человек. Более тысячи пациентов спасти не удалось. За все время в стране умерли 103 263 человека с коронавирусом. В Пензенской области за последние трое суток COVID-19 был выявлен у 301 жителя региона. Скончались 7 человек. Выздоровели 297 пациентов. Всего же с начала пандемии в области заболели более 42 200 человек. Умерли 570. Вылечились почти 40,5 тысяч. В Заречном с 10 по 12 апреля подтвержден 21 случай заражения коронавирусом из числа ранее выявленных. И о происшествиях. 11 апреля в Заречном произошел пожар. Сообщение о возгорании по адресу улицы Строитель 1 поступило на центральный пункт пожарной связи в 7 часов 8 минут. На место происшествия отправились 19 сотрудников МЧС на 7 спецавтомобилях. По прибытии пожарные обнаружили, что из окна квартиры на седьмом этаже идет дым. Подъезд также сильно задымлен. У двери в квартиру огнеборцев ждали жильцы. Мужчина 1948 года рождения и женщина 1949 года рождения. Они самостоятельно эвакуировались из помещения. Хозяев квартиры передали бригаде скорой помощи. Пожарные определили очаг возгорания. Он находился на кухне. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Его площадь составила 2 квадратных метра. По заключению специалистов Федерального государственного пожарного надзора к возгоранию привела неисправность электрооборудования холодильника. Этот пожар стал вторым произошедшим в Заречном с начала 2021 года. 60-летию полета в космос первого человека Земли гражданина Советского Союза Юрия Гагарина посвящена выставка, открывшаяся в Заречном. Свой взгляд на Вселенную и космическую эпоху представили авторы рисунков, дошкольники и ученики начальных классов. В создании экспозиции участвовали более 300 малышей, а сама выставка вышла далеко за пределы Центральной городской библиотеки, сотрудники которой и организовали творческую акцию «Космос глазами детей». До настоящих космонавтов этим мальчишкам и девчонкам пока еще далеко, но они уже интересуются тем, что находятся за пределами атмосферы такой родной и уютной планеты Земля и переносят свое представление на бумагу. Более 300 юных зареченцев приняли участие в конкурсе рисунков «Космическая палитра». Он приурочен к 60-летию первого полета человека в космос. В конкурсе у нас было две номинации. Это был индивидуальный рисунок и семейный рисунок. Дети рисовали космос. То есть «Космос глазами детей». Современных детей космос манит и привлекает так же, как и тех, кто 60 лет назад реализовал дерзкую мечту многих поколений, смог победить гравитацию и отправить человека в безвоздушное пространство. Звездное небо по-прежнему скрывает множество тайн и удивительных загадок. И наши современники так же не могут оторвать от него взгляд, как и астрономы древности, что пытались прочесть и вычислить траектории движения небесных тел. В космосе есть планеты, есть еще и звезды. Планеты круглые. И есть еще Сатурн очень красивый. В нем это круг и еще обруч на нем одет, очень красивый. И так же, как и в самом начале эры покорения космоса, мальчишки и девчонки грезят о встречах с представителями внеземных цивилизаций и пытаются вообразить, как выглядят инопланетяне. Михаил Лисовский для конкурса нарисовал портрет обитателя Красной планеты. Ну вот, как бы сказать, у него четыре ноги тонкие, два живота, четыре руки, две ноздри вот так. И глаз еще наверху. А ты бы хотел встретить инопланетяне? Да. Конкурсная комиссия отобрала 20 лучших рисунков. Победителей и участников творческого состязания наградили на торжественной церемонии в Центральной городской библиотеке. Абсолютно все работы стали частью большой экспозиции, посвященной космосу. Она занимает несколько площадок. Львиная доля рисунков представлена в витринах магазинов на проспекте 30-летия Победы, чтобы космической палитрой смогли полюбоваться как можно больше горожан. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Победе над земным притяжением, 60-летию первого полета человека в космос и нашему земляку, герою России, летчику-космонавту Александру Самокутяеву посвятили свои первые спортивные победы зареченские школьники. В канун Дня космонавтики в 221-й школе прошли соревнования по плаванию. В бассейне как в невесомости, а зареченские школьники как будто чуточку космонавты, ведь настоящие покорители безвоздушного пространства тренируются в воде. 60-летнему юбилею начала космической эры и нашему земляку Александру Самокутяеву посвятили свои достижения юные пловцы, участники соревнований на призы детской лиги плавания по Волжье. Традиционные соревнования в этом году состоялись в новом формате. В 221-й школе впервые проходят эти соревнования. До этого мы проводили соревнования общегородские на базе городского плавательного бассейна. Я очень рада, что у нас состоялись эти соревнования, прошли замечательно на высоком уровне. За призы боролись ученики 221-й школы. Школьники 3-х, 4-х и 5-х классов соревновались в личном и командном зачетах. На старт вышли 54 человека. Учащиеся 3-х и 4-х классов должны были проплыть 25 метров, 5-х – 50 метров. Для преодоления дистанции юные спортсмены могли выбрать любой стиль. Школа 221 участвует в региональном проекте «Учусь плавать». Поэтому все ребята уверенно держатся на воде. Для них соревнования – это и возможность продемонстрировать свои умения, и стимул для дальнейшего совершенствования навыков. Соревнования – это отдельная история, это волнение, это стресс, поэтому спортсменам соревнования очень нужны. Чем больше соревнований, тем выше результат. Несмотря на соперничество, мальчики и девочки активно поддерживали друг друга. Судейская бригада – тоже ученики школы, но чуть старшие уже с регалиями. Это победители и призеры городских, областных, региональных соревнований. Есть даже кандидат в мастера спорта и чемпион России. Но судьями все эти ребята были в первый раз. Мой брат был судьей, я им очень горжусь. Вдохновившись соревнованиями, юный пловец уже строит планы на будущее. Мне было весело, мне очень понравилось. Я хочу стать олимпийским чемпионом и преподавать другим пловцам. Свой первый шаг к исполнению большой мечты Жень уже сделал. Он стал лучшим среди мальчиков пятых классов. У девочек первой приплыла Дарья Воняшева. Самыми быстрыми среди учеников четвертых классов оказались Виктория Банникова и Максим Хлыстов. А у третиклассников Арины Семиной и Григорий Клеймёнов. Всех призеров соревнований наградили памятными дипломами и медалями. Ольга Сальникова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Сразу после рекламы смотрите интервью с депутатом Государственной Думы, героем России, летчиком-космонавтом Александром Самокутяевым. А я с вами прощаюсь. До следующей встречи на канале «Заречный». В Лале Антилоп. Пальто. Стильные модели в лучших традициях бренда. Во всех магазинах Лале Антилоп. Московская 100. Второй этаж. Сыр российский. 289,90 за килограмм. Рыба-апутасу. 84,90 за килограмм. Мега-выгода в Скидкино. Граждане, внимание. Нужно найти человека. Особые приметы. Умный, веселый, талантливый. Умеет излагать свои мысли на бумаге. Любит придумывать, пробовать что-то новое, удивлять и радовать. Не боится работы и всегда готов учиться. Если встретите такого, передайте. Его разыскивает программа «Доброе утро! Заречный», чтобы сделать из него настоящего корреспондента и ведущего. Телефон 60-67-74. Научные разработки Троицкого института Тринити. Атоммаш отгрузил первый корпус реактора ВВР-ТОЭ для Курска С-2. Вторую в России установку по переработке ОГФУ начали возводить в Зеленогорске. Смотрите в среду в 20.00. Смотрите в среду в 30.00. Александр Михайлович, Вы уже несколько месяцев являетесь депутатом Государственной Думы. Что сложнее для Вас – работать в космосе или заниматься законотворчеством на Земле? Эти вещи сравнивать совершенно нельзя. Динамическая работа, полная адреналина, которой я занимался собственно всю свою сознательную жизнь, это одна часть моей жизни. А сейчас я как будто совершенно в другом качестве, совершенно в новом амплуа, совершенно в новом понятии. Очень сложно для меня первые пару месяцев было. Тем не менее, потихонечку я втянулся, и я уже своих четыре поправки к законопроектам я в Государственную Думу внес. Они сейчас на рассмотрении. Они все привязаны к нашей области. В одном из своих интервью Вы рассказывали об интересном случае в детстве с игрушечной ракетой. Расскажите, пожалуйста, когда Вы поняли, что хотите стать космонавтом? Я был из той счастливой детской, ну, из тех детишек, наверное, которые с детского садика знали, кем хотят стать. То есть Вы сейчас спросите даже выпускника вуза, кем ты хочешь стать, он Вам процентов, наверное, 50-60 не ответит толком, кем они хотят стать. Уже обучаюсь в высшем учебном заведении. Я в детском садике четко знал, что я хочу быть летчиком. Однозначно хочу быть военным летчиком. Понятие космонавт. Мы все тогда в Советском Союзе хотели быть космонавтами. Это естественно. Да, ну как это космонавт? Мы всех космонавтов знали в лицо. У каждого были открытки первого отряда, начиная с Гагарина, Титов. Всех мы знали поименно, кто в космосе летает. Ну, абсолютно все. Это сейчас никто даже спросит, кто сейчас фамилии, даже русских космонавтов, никто не скажет, кто сейчас там летает, потому что профессия немножко так уже подзатерлась. А в наше время это было очень актуально. Мы к этому относились действительно серьезно. Действительно появилась тогда какая-то модель детской ракеты, и я в нее забрался, и там до слез доходило, чтобы меня оттуда не вытаскивали, я в этой ракете летал. Вы совершили выход в открытый космос в первый свой полет. Поделитесь впечатлениями, какие чувства испытывает человек, делая шаг в бесконечное пространство. Какие ощущения испытывали? Правда, что в космосе полная тишина. Звуков, конечно, никаких в космосе не может быть, потому что звук передается через атомы, молекулы, да, а в космосе это вакуум, там нет ни атомов, ни молекул, поэтому звук просто физический, он передаваться не может. Вот звука никакого в космосе нет, запах почувствовать мы тоже не можем, потому что мы находимся в скафандре, и мы дышим воздухом, который находится, ну, как аквалангист под водой дышит кислородом, так и мы дышим кислородом, который находится в запасах баллонов, который находится в скафандре. Сам по себе выход в открытый космос, конечно, психологически достаточно сложный. Это, вы знаете, два порога нужно пройти. В прямом смысле слова не в переносном, а в прямом первый порог психологический, то, что ты понимаешь, да, что ты из защищенной станции выходишь в агрессивную атмосферу. И второй, это реальный порог, перешагнуть вот этот порог из станции в открытый космос, выйти на выходное устройство, зацепиться карабинами и увидеть, как под тобой летят материки, планеты, океаны. Вот это действительно скорость 28 тысяч километров в час, так небольшая. И, конечно, это немножко тебя ошарашивает, но потом ты включаешься в работу, и это потихонечку уходит на второй план, а потом работа тебя настолько затягивает, что ты вообще уже забываешь, что ты в открытом космосе. Это тяжелейший труд. Мужской, тяжелый, физический труд. 7 часов за бортом станции – это очень тяжело. Я себя поймал на мысли, как раз вот сейчас вернемся к истории первого моего выхода в открытый космос. Выход всегда выполняет два человека. Ну, это из условий концепции безопасности. Вдруг с одним что-то случится, чтобы второй смог, грубо говоря, дотащить его обратно, вернуть его в отсек. Спасти, как говорится, жизнь. Поэтому я всегда выполняю вдвоем работы. Ну, и вдвоем проще, и вдвоем спокойней. И я себя поймал на мысли, вот работая вдвоем уже где-то там несколько часов в первом выходе, поймал себя на такой интересной мысли. Мы сейчас здесь вдвоем, вот, в огромном-огромном космическом пространстве, в бесконечности. Вот эта черная-черная плоть космоса, чернее черноты такой, я еще никогда не видел. Миллиарды звезд, мы с Земли столько звезд не видим. Вот. И мы только двое. А на Земле 7 миллиардов. Вот. И все эти 7 миллиардов знают, что мы здесь вдвоем. И они все стараются нам помочь. И эту помощь мы чувствуем. Космонавт – это студент. Когда мы выполняем эти задачи, возвращаемся на Землю, вот мы вершина того айсберга, да, то есть куча институтов, тех тысяч людей, которые следили за нами, не отрывая взгляд, и молились, чтобы все, хоть что-то получилось, чтобы результат какой-то привезли. Мы привозим, они вот с трясущимися руками берут вот это вот, то, что мы там сделали, смотрят, радуются, как дети, чуть ли не до слез. И нам, знаете, как приятно то, что мы выполнили. И это такая ответственность на тебе лежит, когда ты там выполняешь, и не дай бог там ночью надо встать, там секунду-секунду провести какой-то эксперимент, что-то экспонировать, что-то сфотографировать, вынести на внешнюю поверхность, там забрать ее, там принести, в условиях там криогенной какой-то установки ее держать и так далее, там эксперименты, плазменный кристалл, кулоновский кристалл. Это настолько все сложно и настолько интересно. Работа, она действительно, она захватывает, и не замечаешь, как у тебя месяцы проходят. Какие чувства испытывали при возвращении домой? Обратно уже это совсем другое. Во-первых, очень соскучился по земле, очень соскучился по семье, очень соскучился по друзьям. А еще, открою тайну, очень соскучился по воде. Воды нет, души нет, бассейна нет, бани нет. Вот эти салфеточки, тряпочки, которыми химическими приходится постоянно себя вытирать. Вот эти сухие всякие порошки для волос, которыми голову моешь, они уже так надоели до смерти. А потом хочется нормальной жареной картошки с грибами. Вот, нормального борща, а не этой сублимированной лапши, и картошки там, водой горячей заливаешь. Конечно, все это уже впечатление, уже слюнкой глотаешь. Но практически ночи перед спуском тоже сутки практически сна не было, потому что нужно было укладывать корабль, укладывать возвращаемыми грузами. Это сложно. Там есть определенные последовательности. Потом есть срочные грузы, которые нужно уложить в определенном порядке, в определенном, даже положении в определенном. Спуск – это самый сложный этап полета в космос. Он не прощает ошибок. Одна секунда может привести к ошибке в 11-15 километров по спуску. Или вообще к невозвращению на Землю. Жарко, плазма, температура выше под 60 градусов, это долго, все трясется, все шумит, гул стоит, вот такой тряска, сумасшедший, знаете, как вот, наверное, на телеге по брусчатке ехать со скоростью километров в 100. 12 апреля – ваш профессиональный праздник. Расскажите, пожалуйста, о традициях празднования Дня космонавтики. Что такое День космонавтики? Ведь он правильно называется День авиации и космонавтики, по старинке, да? И космонавтика – это производная от авиации. Все традиции, которые в космонавтике, они, в общем-то, свои корни имеют от авиации. То же самое, не фотографируемся перед полетом, не расписываемся, пока не слетал, да? Вот там, ну, их сейчас перечислять много. Есть какие-то традиции космические, которые там, ну, они такие закрытые, внутренние, так сказать, для своего внутреннего распорядка, не для камеры. Вот, есть определенные вещи. А так, в основном, все авиационные. И День космонавтики, ну, он у нас вроде как выходной, но на самом деле он у нас рабочий, потому что нас, как правило, разбирают всех, кто не в экипаже, кто свободен. Предприятия, школы, там, институты, страны другие на расхват. Нас же всего-то там чуть больше 30 человек в отряде. Вот, из них там 15 только с опытом полета. Из этих 30-10 человек, там, трое в космосе, там, трое в Америке где-нибудь находятся, там, четверо. Вот, и трое на подготовке, там, двое где-нибудь там по медицине, по какой-то занятой. И остается там всего ничего. Вот, и на расхват. Поэтому ты с утра где-нибудь часов в 5 утра, а то, может, и раньше куда-нибудь улетел, вот, и проводишь встречи. Вот тебе весь день космонавтики. И шампанского-то выпить некогда. Спонсор прогноза погоды Мебельный центр «Фомич». Город Пенза. Улица Пролетарская, 61. Если и здесь не найдем, я не знаю. Ладно, и еще у нас поживете. Мебельный центр «Фомич». Потому что мир в семье – главное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова